Ох, ну здорово, пацаны и девочки. Сегодня такая необычная тема. Данный видеоролик посвящен ветеранам КРМП и САМПа в целом. Ну вы поняли, да, я про бомжей? Сегодня мы разберем, что это за вид игроков такой, как они появляются, какой у них вообще геймплей, сколько они существуют и так далее. Ну короче, сегодня у нас урок истории, так что прошу присаживайтесь по своим местам, доставайте ручки и тетрадки и начинаем наш урок. А начать хотелось бы с домашнего задания. Надеюсь вы все подписались на канал и поставили лайк данному видеоролику. Если нет, то давайте делайте, а то два получите. Но проблемы никому не нужны, верно? Ведь моя цель набрать 30 тысяч учеников в моей школе. Я что, ребятишки, прошу не скупиться, а то ваши родители на шторы сдавать будут. Также наша школа находится по адресу BlackRush на сервере Сочи. Не знаете, как сюда попасть? Так я вам сейчас покажу. Заходите в описание, переходите по данной ссылке, проходите регистрацию для того, чтобы учиться в нашей школе. Дальше качайте лаунчер, заходите на сервер Сочи и после первого учебного часа получаете крутые бонусы в виде школьных принадлежностей на 12 часов. Ну а теперь так, класс, внимание, начинается урок, всем по местам. Поначалу я решил обратиться к популярным интернет источникам. И что же там написано? Бомж. Дай денег, дай денег, дай денег, дай денег. Короче, понятно. Ладно, разберемся сами с этой хуйней. Никита Шерлок выходит на охоту. Насчет того, когда появились бомжи, это я думаю и так всем понятно. Со времен создания самого Сампа. Но теперь поподробнее, кто такой бомж? Бомж это образ абсолютно каждого игрока на начальном этапе игры, который нихуя не знает ни о проекте, ни о правилах проекта. Но со временем некоторые игроки все-таки переступают этот этап данного пиздеца. В виде ебучих начальных квестов, которые выдают вам только немного опыта для прокачки хоть какого-то уровня. Для того, чтобы хоть на какую-то работу вообще, блять, устроиться. Немного денег в виде жалких двух-трехтысяч, на которые можно купить только веревку и мыло и повеситься к хуям собачьим. Ебучие работы по типу хуящечной в каменоломне или на заводе. Ну вы поняли. Те самые настоящие работы для настоящих мужчин, где можно закончить свою жизнь просто мгновенно нахуй. Но не все игроки пересупают данный порог. Ну что же, полетели. Реальное представление, кто такие бомжи. Большей части это те люди, которые хотят все, но не делают для этого нихуя. Для того, чтобы хоть как-то выбраться из этой жопы, куда закинула это их ебучая жизнь. Обусловлено это все их ебучей ленью. Но отсюда появляется вопрос. А нахуя вообще играть тогда? Нехер его знает, что у этих одноклеточных в голове. Всех игрок заключается в том, чтобы просто бегать по серверу, просить день. После чего получать пиздюлей от более продвинутых игроков. Либо же собираться толпой и пиздить их самих. Также они очень любят срывать собеседования всяким организациям. Вообще похуй каким. Угоняют тачки у обычных игроков, тем самым вызывают огромную массу раздражения и ДМа. Из-за незнания правил проекта они часто выпрашивают лидерку, либо же админку. Естественно, этим очень умным людям отказывают. По причине, иди учи право, а ты ебаный полупокер. Естественно, они нихуя не понимают и начинают цепать угрозами. Что они пожалуются разработчикам, что у них друг, брат, сват, сестра, админы. Я вообще заметил, что у каждого такого бомжа, блядь, есть хоть кто-то в семье админ. Ну и если ты ебучий раб, не выдашь мне то, чего я хочу, то тебе пиздец. Понял? Падали ебаные. Ну с этими полуфабрикатами уже все понятно. Переходим к следующему подтипу. Я бы их назвал богатые бомжи. Вы спросите меня. Ну так, ты че гонишь? Разве такое бывает? А я вам скажу да. Это такие чепарики, которые носят нихуевые такие скины и акции. Вы спросите, а откуда? Да выпрашивались, суки. Часто они при регистрации выбирают женский пол, прикидываются девушкой, находят какого-нибудь богатого лоха и начинают его доить, пока он не попросит доказательства о том, что ты реальная вайфу. Но, как вы понимаете, после такого данные попрошайки делают ласты и плавут за другой ребёхой. Либо же их настигает кара. И админы начинают банить таких превосходителей человеческого разума. За то, что они являются трансвеститами. А я напоминаю, что мы в криминальную Россию играем. Где-то, мягко говоря, не особо приветствуется. Мы под конец самое сладкое. Люди, которые были когда-то кем-то. Посходив в пару мест, такие как казино и аукцион контейнеров, они как лагающий телефон школьника. Откатываются до заводских настроек. После чего они начинают злиться на весь этот мир. Обвинять всех и каждого. Верты и аккаунты. Либо же наоборот, продавать верты и аккаунты. Крутить всякие махинации. Ну и всячески нарушать правила проекта. Короче, вот кто такие бомжи. Но если вы досмотрели данный видос до конца, то вы красавчик, ёбанок. Самые ровные парни. Или самые прекрасные девушки. Но под конец вот вам. Немного ебучего фонка. Факен шит. Субтитры сделал DimaTorzok